Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Римская империя. Период принципата. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Фёдор Дерябин. Область знаний. Период принципата. Понятно, почему она не стала расширяться дальше. Сегодня я предлагаю посмотреть на период принципата немного с другой стороны. Какие же кризисы и очень тяжёлые процессы трансформации древнеримского общества скрывались за внешним проявлением этого расцвета. Начать хочется, конечно, с того, что первые периоды принципата, известные как ранний принципат, приходятся на период правления Октавиана Августа, его преемников, в первую очередь Тиберия, Каллигулы, Клавдия, Нейрона. И уже этот период был очень сложным и неоднозначным по своему содержанию. Во-первых, период управления Октавиана предшествовал период гражданских войн, когда Римская республика была погружена в пучину гражданских конфликтов, растянувшихся. Если мы смотрим по хронологии с начала I века до н.э., начиная с Союзнической войны, затем периода расширения в Испании, Малой Азии и Галии, и затем уже более крупных гражданских войн между Цезарем и Помпеем, затем между Октавианом Августом и Марком Антонием. И последствия всех этих гражданских войн Октавиану, его ближайшим преемникам, нужно было как-то в срочном порядке восполнять. В первую очередь речь идет о демографическом кризисе, огромное количество мужского населения было мобилизовано, особенно в период войны Октавиана и Марка Антония. Римская армия увеличилась примерно в 2-3 раза в своем объеме, и большая часть этого мобилизованного населения была плохо подготовлена и слабо мотивирована. Ну, чего стоит только тот эпизод, когда после битвы при мысе Акциум, когда флот Марка Антония был разбит, вся его сухопутная армия без сопротивления перешла сразу на сторону победителя Октавиана. Хотя, если бы она сохранила верность Марку Антонию, еще не факт, что гражданская война бы завершилась в пользу Августа. Соответственно, все эти людские массы нужно было куда-то направить. И Октавиан сделал ставку только на самые верные легионные части ветеранские, сформированные еще его дядей Гаем Юлием Цезарем. Все же остальные войска были расформированы и отправлены на покой, на гражданскую жизнь. К первому периоду правления Октавиана относятся и очень сложное и противоречивое законодательство, которое нам показывает всю тяжесть той ситуации, которая происходила за ширмой гражданских войн. Это, в первую очередь, законы о публичном порядке XIV года до н.э., дошедшие до нас в кодификациях Феодосия II и Юстиниана. И они показывают, что в период конца I века до н.э. в провинциях процветал бандитизм, рейдерство, были очень распространены захваты в заложники с целью выкупа, изгнание хозяев с их законных земель. И Октавиан был вынужден вводить беспрецедентное для того времени законодательство с очень жестокими наказаниями за подобные вещи, вплоть до того, что было запрещено людям, гражданскому населению иметь хоть какое-то серьезное вооружение. На самом деле, это, как мы теперь понимаем, если видим контекст происходящего, это было необходимостью, чтобы поддержать очень хлипкий порядок на территории римского государства, иначе все грозило абсолютным хаосом. Октавиану удалось более-менее решить все насущные проблемы, в первую очередь очень грамотной пропагандистской политикой, которую впоследствии воспримут все остальные императоры в римской истории. Это, конечно, и формирование культа императора, представление императора как божественного существа впоследствии после смерти его обожествления, это строительство храмов, изготовление бюстов, чеканка монет с инсигниями, то есть символами власти императора и так далее. То есть, на самом деле, нужно отдать должное Октавиану, в период огромной смуты и тяжелейших испытаний он смог выстроить принципиально новую систему власти, которую до этого римское государство еще не видело. Римская империя. Период принципата. Область знаний. Однако его правление закончилось не так уж хорошо, как хотелось бы. После периода относительно короткого десятилетнего восстановления империя получила очередной удар, связанный с практически неконтролируемым расширением Римской империи в первые 10 лет I века уже нашей эры. Речь идет, конечно, о присоединении Панонии и Германии. Октавиан пользовался своими ветеранскими легионами для того, чтобы стабилизировать пограничия и взять под контроль ближайшие непокорные и враждебные территории. И, казалось бы, ему это удалось. Однако все это закончилось двумя крупными великими восстаниями, которые вошли в историю как Великое Иллирийское восстание или Великое Панонийское восстание. Соответственно, по региону Иллирия и Панония, где основные боевые действия начались, и как Великое Германское восстание. Если на подавление Великого Панонийского и Иллирийского восстания пришлось привлечь порядка двух третей всей опытной армии Римской империи, восстание с большими потерями удалось остановить и восстановить порядок на этих территориях, то Германию Римская империя потеряла навсегда. Это как раз тот самый знаменитый эпизод с гибелью трех легионов-новобранцев. Собственно, они были набраны из-за того, что все ветеранские легионы были уведены в Иллирию и Панонию. И вот на эти три новонабранных неопытных легиона легла задача по удержанию просто огромных территорий. Октавиан и здесь проявил просто великолепные навыки политической технологии, и потерю германской границы он смог перенести на промахи и неудачи непосредственно военачальника, отвечавшего за эти территории, публия Квинтилия Вара. Отсюда и сохранившаяся до наших дней эта великолепная фраза «О Квинтилии Вар, верни мне мои легионы». Но, конечно, по сути, это было стратегической ошибкой планирования куда более глобальных масштабов, в том числе это было стратегической ошибкой Октавиана Августа, который поставил очень большую цену на кон расширения и сиюминутных преференций и налоговых поборов, захвата добычи с завоеванных территорий. Таким образом, при Октавиане Римская империя в период принципата дошла до первого предела своего расширения, и после этого Римское государство в дальнейшем будет расширяться очень поступательно и очень, скажем так, нерешительно. Опять же, как мы видим, неспроста. Ресурсы империи оказались исчерпаемы, и что самое, неприятное, неожиданно исчерпаемы, непредсказуемо. После Октавиана никто не мог точно сказать, что традиция императора и империи как таковой вообще сохранится. Октавиан был первым человеком в истории Римского государства, который, будучи императором, то есть победоносным военачальником, занимал все самые высшие государственные должности. Тиберия могли бы и не избрать императором, и вся власть могла перейти обратно в руки Сената. Но внезапно Сенату стало выгодно существование такой промежуточной фигуры, непосредственно императора, на которого Сенат мог возложить все тяготы государственной службы. При этом сами Сенаторы могли совершенно спокойно достигать своих карьерных и каких-то сиюминутных интересов, оставаясь при этом в тени от какой-то глобальной геополитики. Поэтому и Тиберия все-таки избрали императором, и Сенат поддержал его выдвижение. Во многом этому сопутствовала созданная Октавианом притарианская гвардия, которая не позволяла примитивным силовым путем избавиться от императора. И все эти факторы привели к тому, что принципат как эпоха все-таки состоялся. Ближайшие преемники Октавиана в принципе жили по инерции и по своеобразной реакции от его периода. Сиберий практически всю свою карьеру как императора провел в военных походах, в кадровых перестановках, за что был очень нелюбим Сенатом. Он был очень своевластным правителем, который зачастую не шел на уступки сенаторскому сословию. И закончилось все это для него довольно печально. Сенат в конце концов вынудил его отправиться в изгнание на остров в Средиземном море, где в конце концов император совершил политическое самоубийство. После него началось правление, казалось бы, либерального Гая Юлия Цезаря Германика, который в историографию вошел как каллигула. Он первое время очень хорошее отношение имел с сенатским нобилитетом, шел ему на уступки, практически везде подтвердил их привилегии, спокойно соглашался с выдвижением кандидатур на разные государственные высшие должности. Но в конце концов, после череды заговоров против него, он перешел в жесткую реакционистскую политику, практически полностью нейтрализовав все прежние привилегии сената. Итогом стала его политическая изоляция и в конце концов заговор, в результате которого претарианская гвардия уничтожает каллигулу и приводит к власти императора Клавдия. Еще один яркий представитель своей эпохи, поставленный уже буквально сенатом, Клавдий был практически неизвестен для своих современников, и ему пришлось очень быстро авторитет как правителя восстанавливать. Для этого он решает направить часть рейнских легионов, расположенных на германской границе, в Британию и завоевать себе авторитет как действительно победоносного военачальника, то есть императора. Все эти его ближайшие политические интересы подбадривались слухами о богатстве британских территорий, которые не оправдались неожиданно. Действительно, на территории Британии у кельтских королевств были и золотые, серебряные, даже медные денежные обороты, но, как выяснилось, для того, чтобы содержать 80-тысячный корпус, который требовалось постоянно поддерживать подкреплениями, снабжением и увеличивать воинский контингент, потому что завоеванные территории в Британии надо было удерживать и одновременно продолжать наступление, для этого требовались дополнительные силы. Ну и впоследствии Британия не смогла даже отчасти окупить всех затрат, но зато политические выгоды были налицо. Клавдия узнали как успешного военачальника, хотя он и лишь присутствовал с армией, но навряд ли возглавлял хоть какие-то серьезные операции непосредственно в Британии, но все равно, опять же, политически он смог обосновать это как свою заслугу. Клавдий в связи со своей либеральной политикой, с тем, что он довольно хорошее отношение имел с сенатом и смог завоевать признание в армии и в простом народе, вошел в историю как Клавдий божественный, после своей смерти он был обожествлен сенатом, и на смену ему приходит император Нерон, который оказывается в очень сложной ситуации. В Италии началась эпидемия чумы, вызвано это было огромным демографическим ростом населения, и малейшая вспышка эпидемии, она привела к мгновенному ее распространению по полуострову. Вслед за этими событиями начинается Великий Римский пожар, в котором современники очень любили винить самого Нерона, хотя современная историческая наука ставит под сомнение тот факт, что якобы Нерон вообще этот пожар спровоцировал или каким-то образом начал. Зато ряд источников говорит о том, что Нерон предпринял огромные усилия для того, чтобы нейтрализовать последствия этого Великого пожара. По сути, заново построил Рим, воздвиг новые общественные здания, новый жилой фонд построил, ну, конечно, и не забыл упомянуть себя как человека, восстановившего Рим, и построил несколько своих дворцов. Как раз то, что он построил несколько своих дворцов, отчасти, кстати, общественных, его впоследствии и подозревали в том, что это он спровоцировал пожар. Огромные расходы вынудили пойти на довольно спорные денежные реформы. Нерон был первым римским императором эпохи Принципата, который был вынужден понизить ценность динария, и результатом этого стало уменьшение пропорции серебра в монете. Монету стали разбавлять большей примесью меди. Это позволило чеканить больше монет, выплатить жалования всем государственным служащим, не в последнюю очередь армии, и, конечно, восполнить потери в казны от чумы и великого римского пожара. Вне зависимости от его политики начались огромные волнения в Иудее, которые впоследствии вылились в великое иудейское восстание. Его будут подавлять еще преемники Нерона. А пока он назначает одного из своих доверенных военачальников, Тита Флавия Веспасиана, командующим иудейским корпусом, имеется в виду корпусом римских легионов, которые были расположены в Иудее и на Востоке, и доверяет ему ведение боевых действий. Тем временем пытается разрулить ситуацию на Западе. Все еще надо было снабжать британский корпус. Огромного снабжения требовали рейнские армии. Ему пришлось повышать налоги по всей империи. И вот этого ему провинции уже не простили. И без того государство было перенапряжено. В конце концов император, оставленный всеми своими сторонниками, оказался в полном одиночестве на своей вилле, где совершил политическое самоубийство. Вслед за ним начался кризис политической власти, потому что у Нерона не было прямых наследников и даже наследников по боковым линиям. И встал вопрос о наследии. Кто же теперь будет провозглашен императором? В 1969 году случается тот самый легендарный год четырех императоров, когда за власть в империи боролось сразу четыре претендента. Это четыре испанских выдвиженца от сената Атон и Гальба. Это Вителий, один из командиров рейнских легионов. И это Тит Флавий Веспасиан, которому ранее Нерон доверил командование войсками в Иудее. Римская империя. Период принципата. Область знаний. Веспасиан смог победить во всей этой борьбе. Был он человеком мало того, что военным и армейским, так еще и выходцем из сената. До своей военной карьеры он занимал гражданские должности. Был человеком пожилым и, следовательно, опытным и хорошо известным. Хорошо разбирался в законах и в управлении. Поэтому неудивительно, что по итогу этой гражданской войны у власти закрепился именно он. Веспасиан продолжил, по сути, нейтрализацию последствий времен Нерона, но он стал действовать куда более хитро и дальновидно. Вместо увеличения уже существующих налогов он начал находить сферы жизни общества, в которые начал внедрять такие небольшие, казалось бы, налоги. Например, один из самых скандальных налогов его эпохи является налог на общественные уборные, так называемый налог на сбор мочи, который вводился по всей империи. В те времена использовали мочу для того, чтобы, например, обесцвечивать вещи, то есть использовали в текстиле, и очень многие промышляли в городах сбором мочи. Как это ни странно, но налог на сей продукт жизнедеятельности довольно сильно поднял экономику империи. В этом Тита Флавия Веспасиана упрекал и его сын, но получил в ответ от своего отца ту самую легендарную фразу, что «деньги не пахнут». Человеком он был довольно авторитетным, взвешенным, и в историю вошел как один из лучших правителей. Его ставят в одну линию по заслугам и авторитету с Октавианом Августом и даже императором Трояном. Но расцвет династии Флавиев длился недолго. Его сын запомнился практически ничем. Он правил всего два года после смерти своего отца, после чего сам умер. И самое громкое событие, которое выпало на период правления Тита Веспасиана, то есть сына Тита Флавия Веспасиана, уничтожение Помпеи в 79 году после извержения вулкана Везувий. Ему на смену приходит Домициан, очередной очень своевластный, авторитетный, с тираническими наклонностями с точки зрения римлян того времени. Несмотря на то, что при Домициане римская экономика в очень глубокую взаимосвязь входит с германскими провинциями и становится, по сути, гегемоном в Западной Европе, римские деньги, например, времен Домициана мы находим даже в Прибалтике, как и янтарь прибалтийский мы находим в Паноне и Лире, это говорит о том, что в период его правления сформировалась такая своеобразная глобальная европейская торговая система, когда римская империя стала активно торговать с ближайшими соседями, германцами, балтами и другими ближайшими варварскими племенами. Домициан своей очень эксцентричной политикой заканчивает свою политическую деятельность в результате заговора и гибели. К власти приходит Нерва, ставленник от Сената, а он уже, в свою очередь, приводит к власти императора Трояна, который как раз и запомнится как один из хороших императоров, при нем как раз произойдет максимальное расширение Римской империи, будут завоеваны провинция Дакия и северная Месопотамия. Однако за ширмой этого мнимого золотого века и расширения скрывается еще несколько подводных камней, происходит у нас постепенный распад некогда единого поля знати и их поляризация по провинции. Пока это не имело никаких пагубных последствий, но очень сильно выстрелит через 70 лет, когда начнется упадок позднего принципата и постепенно начнут зарождаться первые сигнальчики кризиса III века. К периоду правления Марка Аврелия начинает постепенно заканчиваться период стабильности принципата. Очередные кризисы связаны с вторжением маркоманов на территории Римской империи. Римские армии получают огромный удар. Десятки племен ринулись в Панонию, Иллирию и Северную Италию, и их легионы с трудом смогли остановить. Затраты на содержание войск, на восстановление провинции в период Марка Аврелия привели к тому, что его преемник Комот был вынужден провести очередное сокращение стоимости динария. И, как следствие, содержание серебра в монете еще сильнее упало. А это, в свою очередь, вело к инфляции, к подорожанию товаров и к тому, что некогда единая экономическая система Римской империи стала потихоньку давать первые трещины. Однако это уже все стало происходить к концу II века н.э. Период принципата подходил к своему закономерному концу. И хотя на период правления Комота выпали тяжелые испытания, Римская империя все еще была относительно сильна. Хотя очень скоро это прекратится, ведь на нее идет первая волна переселения народов. Но об этом римляне еще тогда не знали. Рассказывал сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин. Область знаний Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова